Недавно певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет. Певицу, которая летела из Ташкента, развернули в московском аэропорту Домодедова и отправили обратно в Узбекистан. Запрет на въезд в Россию для Наргиз Закировой будет действовать до 2072 года. Наргиз в своих соцсетях делает вид, что не сильно расстроена. Наконец-то я нахожусь в цивилизованном мире, где свободно работают абсолютно все соцсети, где есть все для развития, процветания нашего человеческого блага. Наргиз планирует исполнять старые хиты, благодаря которым она стала так популярна в России. Даже несмотря на то, что контракт с продюсером Максимом Фадеевым был расторгнут еще в 2019 году и официально Наргиз не имеет права петь песни, написанные для нее Максимом Фадеевым. Тем не менее, Наргиз публично заявил о том, что собирается включить запрещенные треки в свою концертную программу. Все мои песни, которые полюбились вами за все время моей творческой карьеры, вновь возвращаются в мой репертуар. Максим Фадеев был сильно удивлен, узнав, что Наргиз собралась нарушить закон. Продюсер предупредил Закирову, что ее ждет судебный иск, если она и правда сделает то, о чем говорит. Я даже не знаю, что комментировать. Вот если последний эпизод, где она заявляет, что она будет петь песни и приглашает на концерт, что она будет петь старые хиты. Во-первых, это уголовная статья. И неважно, в каком регионе она находится, там не помогут никакие связи. Это все очень серьезно. Это во-первых. Во-вторых, честно говоря, ее заявление меня лично улыбнуло, потому что она сама своим языком подтвердила, что она никто без моих песен. Просто ноль и все. Она является певицей Наргиз только в комплекте с моей музыкой. А так она обычная караоке-певица. В общем, не хочу, честно говоря, вот правда. Она вызывает у меня только смех и испанский стыд. Все. У меня нету других реакций на этого человека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!